Все-таки давайте про сознание. Мне ужасно понравилась цитата, которую вы неоднократно приводили в своих лекциях про сознание. Про сознание и ветер. Сознание – это ветер, и поэтому мы не можем его увидеть, но мы прекрасно можем различить результаты как ветра, так и сознания. Но вот у меня продолжение следующее, вот этой цитаты. По результатам современные ученые же все-таки могут дать некую характеристику сознанию? Вы знаете, я должна вас расстроить. Да, все время так, ничего не поделаешь. Фокус в том, что определений, конечно, можно дать много, они все очень дешево стоят. Это тот случай, когда приходится вспоминать, ну, например, гениального Мираба Мамардашвили, который, ну, я не цитатно говорю, но идея такая, его слов, что мы все знаем, что такое сознание в бытовом смысле, потому что, ну, каждый из нас знает, вроде бы, да, вот, но мы абсолютно не знаем это в научном смысле, и это ставит очень трудные задачи перед наукой, потому что, конечно, все хотят про это узнать, но вроде бы, на первый взгляд, сознание – это то, что отличает именно человека от всех других существ, и поэтому мы хотели бы знать, что это такое, что для нас особенное. Но даже это не является решённым вопросом, потому что для того, чтобы его решить, нужно, понимаете, здесь получается логическая петля, очень неприятная. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно сначала сказать, что это такое. То есть если мы имеем определение сознания, тогда мы можем сказать, у рыб нету, да? Но если у нас нет определения, или если очень широкое определение, типа, это что-то, что является реакцией на что-то, да? Ну, в таком случае мы должны согласиться с тем, что у амёб есть сознание, потому что если ты там капнешь кислоту какую-нибудь, она будет на это реагировать и так далее. То есть это трудный вопрос, и он с очень малым продвижением вперёд, к сожалению, идёт. Хотя, если вы возьмёте и начнёте смотреть научные статьи мировые, это везде, это не то, что у нас в стране плохо с этим, у нас, может быть, даже ещё и лучше, потому что у нас проработана это философии довольно серьёзно, то есть в гуманитарной части общего знания. Вот. Но тогда, когда мы входим в другую область, так сказать, такой hard science, ну, такой, в жёстких наук, то там непонятно совершенно, что с этим делать, потому что непонятно, что искать. Я вот сама уже стала по кругу ходить, но это именно, я сознательно делаю, это именно ловушка, в которую мы попали. Предположим, я иду в Институт мозга человека, куда я и хожу, поскольку, да, у меня там совместные проекты с ними идут. Вот. И говорю, ну, давайте поищем сознание, у нас такие замечательные приборы есть, которые всё фиксируют, что в мозгу происходит, скажем, функциональный магнитный резонанс, или позитронно-эмиссионная томография, или, предположим, магнитный эцефалограф, то есть лучше, чем пользуется весь мир. Ну и будем его искать, задания всякие дадим. Вот. А теперь, если я буду оппонентом того, что я сказала, то я прицеплюсь, и победа, между прочим, будет за мной, и я скажу, а вот здесь вот то, что вы получили, это результат внимания, а это результат памяти, а это у вас ассоциативные процессы шли. Понимаете, какая неприятная эта вещь? Я всегда... Ведь я смогла бы сказать, что мы говорим именно о сознании в том случае, если бы я отвергла все эти компоненты, которые я перечислила. А их отвергнуть никак. Ну хорошо, а вот эта уникальная комбинация того, что вы перечислили, может быть, она и есть сознание? Потому что всё, что вы перечислили, так или иначе, присутствует и у животных, ну, по крайней мере, высших там, да? Да, но комбинация уникальная, может быть, как раз и это и есть сознание? Вот такая есть информация. Может быть, вообще, вот вы, может, пошли бы в науку, да? Глядишь, да нет. Ну, хорошая мысль, на самом деле. Но это, если без шуток, это очень трудная история. Это именно то, почему я так часто повторяю эту метафору с ветром. Как его увидеть-то, этот ветер? Понимаете, как он крыши повалил, можно увидеть. Как цунами устроил, тоже можно увидеть. Тайфун какой-нибудь пронёсся там, всё смёл, тоже можно увидеть. А его-то сам никак не поймать. Мы только по результатам. И как результаты деятельности этого сознания. Но это первое, не хочу по кругу ходить. Здесь дело в том, что, когда начинают говорить об определениях, то есть несколько линий, по которым можно идти. Ну, например, по линии во сне или не во сне, то есть состояние сознания. Состояние не сознания, а состояние мозга. Ну, скажем, сознание – это то, когда я не сплю, и когда я не в анестезии, и когда я, скажем, не в коме. Но вот если мы возьмём сон, то уже это сомнительное дело, потому что во сне вы много чего видите. Во сне, как, скажет любой нейрофизиолог, происходят огромные, мощнейшие процессы перетасовки всего в мозгу. Вы эти сны помните. Вы в них участник. Есть сны, которые повторяются там бесконечно. То есть уже сомнительная история насчёт того, что там сознания нет. Есть другой путь. Сознание подсознание, или сознание без сознания, или сознание о сознании, или сознание как способность про это сказать. То есть вербализация. Тогда вот, если последнее, то тогда мы должны сказать только люди. Да, потому что больше вроде бы никто не говорит. Если у человека, действительно, у единственного человека присутствует вот эта вот способность, называя, присваивать себе и конструировать себе в голове некие миры именно с помощью языка, да, как конструктора, то, возможно, это как раз и есть наша единственная, может быть, отличительная особенность. Это правильно, но тут тоже не вполне чистая история, потому что если мы почитаем биографии крупных учёных, причём именно не художников, не писателей, не музыкантов, и учёных, которые занимались такой вот, ну, серьёзной, там, в кавычках или без кавычек, науках, то мы увидим описания в их дневниках или в их, там, ну, интервью тогда не давали ещё, ну, в общем, в их описаниях вот собственных мыслительных процессов, которые связаны с их творчеством. То мы там увидим вещи, которые нам, к сожалению, всю картину портят. Ну, скажем, Эйнштейн, он писал, что когда ему открывалось нечто, то это представлялось ему в виде разных пятен цветовых, каких-то форм непонятных, невербализуемых, заметим. То есть что-то такое наплывало, как-то там сочеталось, какие-то картины, пазлы, там, в кавычках говоря, съезжалось, и потом они все как заведённые говорят одно и то же, хотя они друг про друга ничего не знали. И потом уходили титанические усилия на то, чтобы перевести это хоть в какую-нибудь символьную форму, доступную и другим тоже. Ну, то есть музыка или математика, или язык как язык, да, то есть вербальное выражение. Да, то есть хоть какой-нибудь язык. Пусть это будет рисунок, пусть это будет формула, пусть это будет, я не знаю, музыкальное произведение. Обличные символы. Да, 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 да. То есть большие силы уходили на то, чтобы это перевести на общедоступный язык. Я к чему так расшумелась? К тому, что из этого следует, что процессы, которые очень высокого уровня, понимаете, которые делали сдвиги в цивилизации, происходили на таких этапах, которые, если принять, что сознание вербально, например, то вообще не подходит. Получается, что это вообще вне сознания. Антивербально. Да, даже антивербально. Можно даже так жёстко сказать, что антивербально. В случае с Шенштейном мы говорили об этом. Ведь он позже, чем другие дети, начал говорить. И не раз в своих воспоминаниях призналось, что, может быть, как раз то, что он не называл и не мерил вот этими вербальными формулами временные отрезки, как раз это и подвигло его на то, чтобы воспринять время несколько по-другому. Это, кстати говоря, нас подводит ещё к такой вещи, как то, что нужно очень аккуратно относиться к оценке способностей и уровня развития маленьких детей. Потому что из того, что человек долго... Ну, ведь его вообще чуть ли не в школу не брали. Ну, во всяком случае, считали его ну уж совсем каким-то... Задержка развития. Если ребёнок не начинает говорить в определённом возрасте, задержка развития. Ну, естественно, это любой хороший и даже плохой врач или специалист скажет, что здесь непорядок. Но Эйнштейн получился. Понимаете? Если бы он получился просто там добропорядочный гражданин, это ещё можно было бы куда-то деваться. Но он вышел Эйнштейном. Поэтому даже и вербальность это делала такое. Ну, всё-таки тогда вот ваше субъективное мнение как одного из лучших учёных, который занимается этой темой. Всё-таки вы склоняетесь к чему? Как гипотеза. Что же всё-таки укладывается в определение характеристики сознания, чего нет у животных? То есть мы как вид биологический всё-таки отличаемся чем? Именно на тему сознания, не на тему языка. На тему сознания я бы сказала так. Всё-таки я бы воспринимала сознание как о сознании, как то, что я знаю, я понимаю, я могу внутренне для себя или внешне для других это описать. То есть это как бы мета-сознание. То есть это способ оценки моего собственного состояния, моих собственных мыслей. Но я жизнь за это не отдам. Вот на данном этапе жизни мне кажется, что это может быть всё-таки какая-то зацепка. В первом приближении. Тема сегодняшней программы «Как мы говорим и как мы думаем». Часть вторая. Ну, я хочу вам сказать, поскольку я такая скептическая дама, да, я бы сказала, когда мы смотрим на собаку, которая молча лежит на ковре, да, у нас, строго говоря, есть основания считать, что у неё сейчас не происходит серьёзный мыслительный процесс. Я этот вопрос задавала психологам, хорошим психологам. Они мне говорят, нет ничего, ну, часть из них так говорит, нет ничего в поведении собаки, условно говоря, собаки, это может быть и другое животное, что намекало бы на то, что у неё есть такого, вот такого высокого ранга психические процессы. Ну, скажем, собака не планирует жизнь, там, я не знаю, на пять лет или хотя бы на сегодняшний день. На что у меня есть убийственный вопрос? Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Вы знаете только потому, что она вам это не говорит. Больше нет никакого способа про это узнать. А то, что её поведение такое, как бы не свидетельствующее о психических процессах высокого ранга, это меня не убеждает. Ну, например, давайте оставим в покое собаку. И я сознательно не говорю про антропоидов, потому что это отдельная песня. Прошифруйте антропоиды. Антропоиды – это высшие обезьяны, самые близкие к нам, к людям, наши ближайшие родственники, у которых заведомо очень мощный мозг и заведомо очень серьёзные возможности психики. И которые вполне пользуются языком, и такие эксперименты уже проводились. Да, эксперименты есть, это известный языковой проект Соединённых Штатов. Мы говорили в предыдущих программах, можно послушать. Ну, тем более. Вот, это очень интересная тема. Но я сознательно её отодвигаю и перехожу к другим очень высокого ранга зверям. Эти звери называются дельфины. У дельфинов огромный и очень сложный мозг. Антропологи говорят, что вообще-то говоря, ну, так, антропологи говорят, я не люблю, когда так ставится вопрос, потому что кто эти антропологи, но я имею в виду, серьёзные учёные считают, что вообще-то говоря, если бы, так сказать, немножко иначе дело повернуло, то вполне они могли, точнее говоря, их потомки, могли бы стать первым главным видом на Земле. И тогда у нас была бы водяная цивилизация, там и так далее. Но вот опять-таки, если язвить, моя любовь к этому делу, я не могу себе отказать. А с чего мы взяли, что у них этого нет? Из того, что они там заводов не понастроили, там Газпрома у них там на дне нет, или так далее. У них другой, ну, я фантазирую, естественно, понятно. У них другой тип цивилизации. Они абсолютно счастливы. У них замечательный мозг. У них очень... Я работала немножко с дельфинами, поэтому знаю. У них очень высокого класса психика. Достаточно посмотреть в глаза любому дельфину, что я советую нашим слушателям сделать, как вам всё станет понятно, потому что это вовсе не глаза рыб, в которых ты ничего не читаешь, а это глаза собратьев по разуму, в которых ты много чего читаешь, в том числе иронию ты там можешь прочесть, юмор, глаза о многом говорят. Вот. И у них мозг, с помощью которого они никогда не спят целиком. Вот мой коллега Супин, профессор московский, он... Это открытие, между прочим, было. Они спят одним полушарием мозга, а потом другим полушарием мозга. То есть у них ещё и посложнее, чем у нас. Ну и вот если представить себе, что они решили, или так жизнь пошла, или сознательно решили, а зачем нам, собственно, всё это надо? Ведь они счастливые короли и королевы мирового океана. Они мирные существа, прыгают, играют, просто веселятся. Что плохого в этой цивилизации? Скажите, им зачем эта самая... Газпром. Лада Калина. Зачем им это надо? Ага. Ну, хорошо, если мы всё-таки вернёмся вот к этой способности осознать сознание, да, то есть вот некая вот эта вот рефлексия. Ну, такие некие зеркальные системы, которые есть у нас практически везде, во всей нашей цивилизации, в том числе в нас в голове там, да? Ну, тогда тут сразу напрашивается вопрос по поводу вообще человечества как биологического вида, как некое зеркало для Бога, природы. Дальше ряд можно тоже продолжать. Вот к этому утверждению, если так вот всерьёз, вы относитесь каким образом? Я отношусь к этому очень серьёзно. Это один из вопросов, который... И я-то думала, что чуть не я его сама себе придумала, разумеется, не я. Вот. И вот человек как зеркало природы, и это является, на самом деле, большой загадкой для меня. Ну, вот я так поставлю вопрос. Вот зачем мы природе нужны? Единственное, что мы можем сказать, чтобы открыть законы природы. В этом есть некий абсурд, потому что планеты знают, как им крутиться. Понимаете? Атомы, кварки там. Все знают, что им делать. Таблица Менделеева работает сама по себе, совершенно независимо от нашего участия. Мы его разве что испортить можем. Спираль ДНК тоже крутит, себе вертит, как хочет. Понимаете? Все всё знают. То есть кому понадобилось существо, которому зачем-то нужно это не только осознать, к вопросу о корне сознания, но ещё и раскрыть законы этого. То есть вот, например, когда мне задают вопрос, я довольно часто такой вопрос слышу, как вы относитесь, ну, такая банальная формулировка, там, наука и религия. Я совершенно не вижу никакого смущения в этот момент, потому что я считаю, что наука – это такое дело, которое пытается узнать, как создатель, по каким законам создатель всё это устроил. Если кому не нравится слово «создатель», он может его заменить на слово «природа» или там «как хочешь, заменяй». Но я не вижу никаких здесь противоречий. Но загадка-то всё равно остаётся. Вот зачем это существо, которое вообще всё портит, Бог знает, что на Земле вытворяет, и уже теперь в космос полезет вытворять, если подальше залетит. Ещё неизвестно, чем эта вообще вся песня закончится. Поэтому, конечно, это интересная штука. Вот, может быть, в этом разве что, я бы сейчас сказала, вот эта главная разница лежит. Потому что всё-таки незаметно, чтобы другие существа вот так прям сидели и законы природы открывали. Хотя, опять-таки, они не сообщают нам. В первом приближении Далее в программе Мозг не только подло принимает решение сам, не вас не спросясь, но он ещё посылает вам утешительный сигнал, я повторяю, из которого следует «Сам я принял решение». То есть вы считаете, что не волнуйся, мол, сам решил. Татьяна Черниговская, нейролингвист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических и биологических наук. В первом приближении Ведущая программы Елена Лихачёва Давайте вот несколько вопросов пройдёмся, таких конкретных, которые слушатели оставляли. Значит, Александр, цитирую Татьяну Владимировну Черниговскую. О, Боже. Да. Я знаю вполне серьёзных учёных, не сумасшедших, а не безграмотных, которые считают, что сознание начинается с самого начала, чуть ли не с клетки. Интересно было бы узнать, чем Татьяне Владимировне так не нравится живая клетка и возможность наличия у неё сознания. Так. Нет, мне очень нравится живая клетка, и поскольку несколько моих друзей цитологи, то есть занимаются этими клетками, и я имела счастье посмотреть, как эти клетки выглядят в электронном микроскопе, мне очень-очень нравится живая клетка. Но если мы ставим вопрос о том, что там есть сознание, понимаете, тогда мы это вообще закрываем тему, что называется, потому что тогда вообще непонятно, о чём мы говорим. Ну, мы, собственно, с этого и начали, что для того, чтобы задавать вопрос, есть ли сознание у огурца, у амёбы, у отдельной клетки, у наночастиц, у рыб или у дерева берёза, мы должны сначала сами понять, про что мы спрашиваем. Как выглядит это сознание, которое я должна увидеть у огурца? Понимаете, если речь идёт о том, что это вообще любая реакция, есть такая точка зрения. Раз я реагирую, значит, тогда огурец. Потому что, если я на этот огурец чем-нибудь полью или на сковородку, к примеру, его брошу, так он скукожится, этот огурец. То есть он реагирует. Но мы размываем историю. Я не вижу причин для того, чтобы размывать историю. Если мы под сознанием имеем психический процесс, то тогда мы должны иметь то, для чего, что порождает психику. То есть, ну, плохой, хороший, но всё-таки мозг хотя бы. Понимаете? А не просто кожу, которая, если ты об сковородку ударишься, то у тебя сгорит. То есть это про другой разговор. Да, мы сейчас можем, конечно, уйти в рефлекторную историю. А что это реакция? Может быть, это рефлекс или инстинкт, или уже всё-таки осознание. Но тогда мы... Тогда мы просто совсем утонем. Мы утонем даже внутри самого этого поля. Не стоит в другие вылезать. А клетка, что ж, потрясающая вещь. Так, что такое человеческий фактор? Могут ли нас обманывать наше восприятие? Да, наше обманывать восприятие может сколько угодно. Вот смотрите, на этот вопрос нам отвечает патология психики. Если мы заглянем в область психиатрии, психиатрии, то мы, к большому сожалению, не только в области психиатрии, а вокруг на улицах, увидим людей, у которых искажённое восприятие под названием галлюцинации, например, или голоса там, не дай бог. Вот. Это для учёного или уже для психолога очень неприятная история, потому что есть, естественно, научные данные, серьёзные, согласно которым, если мы будем фиксировать мозговую активность у человека во время галлюцинаций, то, ну, скажем, энцефалограмму снимать или там вызванные потенциалы или ещё как-нибудь, то мы обнаружим активность в мозге в тех частях его, которые были бы активны, если бы эти голоса, которые слушает пациент, были не произведены его мозгом ошибочно, а произведены реальным звуком. То есть, короче говоря, мозг, патологический мозг начинает устраивать собственную деятельность. Это к вопросу о том, кто кому принадлежит и чья власть. Мозг может начать ходить по кругу и устраивать ситуацию, когда в тех частях мозга, которые анализируют, скажем, акустику, ну, в данном случае речь, происходит такое, какое происходит, если звук реально попадает вам в ухо, проходит по слуховому нерву и приходит в слуховую кору. Значит, вот если мы ничего не знаем про то, пришёл этот звук туда или не пришёл, а видим просто картинку, на которой снято то, что происходит в мозгу, то мы скажем, да, этот человек обрабатывает акустическую информацию. А акустической информации только не было. То есть, наш мозг устраивает нам свето-представление по своему сценарию, если есть там какой-то сбой. В том-то и неприятность. И никакой связи с окружающей средой, в данном случае нет. Да, или галлюцинации, зрительные галлюцинации, когда бог знает, что там черти по столу уходят. Или вот это действительно, вот сохрани Господь нас всех от этого. Ой, да. Хорошо. В связи с этим тогда вопрос. По вашему мнению, опять-таки, ваше любительное мнение, понимая, что нет здесь однозначного ответа, но всё-таки, кто принимает решение? Учитывая всё, что вы сказали, да, и непонятно, где граница, непонятно, возможно ли сейчас даже с помощью технологий, и уж тем более без технологий, может быть, каким-то другим способом выскочить за границы нашего сознания, там, просто за грани нашего мозга. Тем не менее, вот в рамках вот этого дискурса кто принимает решение? Как вы считаете? Вы имеете внутри человека? Да. Сознание или не сознание? Да. Вот у меня... Интеллект, не интеллект, сознание, не сознание. Распределённый или не распределённый? Я понимаю. У меня два дня назад семинар научный в Петербурге был, семинар по когнитивным исследованиям, куда разные люди приходят, кого мы зовём, и они, значит, выступают. Вот как раз, я не знала, о чём мы говорить будем, как раз про сознание выступал профессор Аллахвердов, который на эту тему много книг написал. Мы все там, разумеется, проругались, как полагается. И вопрос, который я многократно ему задавала, и задавала в данном случае ему и аудитории, зачем сознание нужно, если вы нам рассказываете? Они рассказывают на основе экспериментальных данных. Это не... Не домыслы. Не привиделось мне там во вторник вечером, а это экспериментальные данные. Получается, что огромную часть интеллектуальной работы, я не говорю о высокой, там низкой, но любой, принятие решений, раз вы задали, производит что-то, что вне сознания. То есть не сознание вообще. Люди как-то самонастраиваются, что-то они такое делают, что вроде бы само получилось. Я говорю, если это все так, а это серьезная лаборатория, мне нет оснований им не верить, то тогда зачем сознание вообще нужно? Если все может происходить без него, зачем? Ответ я такой получаю. А сознание иногда сообщает вам о том, что уже произошло. Теперь встает вопрос о свободе воли. Значит, если наш организм или наш мозг, лучше так, наш мозг вообще все делает сам, а нам иногда подкидывает такие утешительные таблетки, мол, ты не волнуйся, сам и сделал. Это ты подумал. Да, это ты подумал, не волнуйся. Это ты почувствовал. На самом деле сам все прочитал, как счетная машина, и выдал. А иногда не выдал. Да, и большей частью не выдал. Это я хочу сказать. Вот то, что я сейчас рассказала, это абсолютно не общепринятая, разумеется, точка зрения. Но, потому что одни так думают, другие так думают, и разные, очень разношерстные сведения. Но это ничего не меняет, потому что очевидная вещь, что огромное большинство процессов наших мозговых идёт без участия сознания. То есть мы практически в бессознательном состоянии находимся большую часть своего времени. Выходит так. Я не хочу никого расстраивать особенно, потому что я представляю себе, какой шквал я в данный момент получила бы. Но, тем не менее, это не шуточный вопрос. И ведь это в ОМПе вы рассказывали, и мне сейчас интересно, кстати, насколько подтверждены сейчас эти данные о некой временной задержки чуть ли не в 15-30 секунд, которые происходят между принятием решения в мозгу и моментом, когда осознание нашего дошло, что это произошло, происходит временной промежуток. И некоторые эксперименты показывают, что там чуть ли не в 15 секунд. Это на самом деле так? Это вообще потом подтвердилось как-то? Это подтверждалось, да. И у этого все пытаются это трактовать как-нибудь. Ну, например, говорят, что это задержка, связанная с моторикой, с самим движением. Но вот как-то неубедительно звучат вот эти вот попытки это объяснить таким более человеческим, таким материалистическим, нормальным способом, как-то неубедительно они звучат. То есть для меня, по крайней мере, это все равно остается какой-то вещью загадочной. И меня... Хотя я не понимаю, почему меня расстраивает количество секунд. Ну, вот я когда первый раз про это прочла, про все, я думаю, боже мой, ну пусть бы там это были миллисекунды, это еще ладно. Но когда речь идет о секундах, то это совсем кошмар. Но сейчас я думаю, а какая разница? Секунды, миллисекунды, какая разница? Если решение принял мозг, а потом, пока это до меня докатилось, я говорю, о, оказывается, я решила. Но там есть работы, в которых авторы пишут, что мозг не только подло принимает решение сам, вас не спросясь, но он еще посылает вам утешительный сигнал, я повторяю, из которого следует сам я принял решение. То есть вы считаете, что не волнуйся, мол, сам решил. В первом приближении. Тема сегодняшней программы «Как мы говорим и как мы думаем». Часть вторая. Подождите. То есть получается, что человеческий организм это такое, некий такой стебелек, который необходим для того, чтобы вот этот самодостаточный автономный, автономное вот это вот существо, сущность, не знаю, там машина вычислительная, вполне себе спокойно существовало. То есть вот как-то так? То есть мы какой-то просто биосимбиоз какой-то между нами и мозгом? Мы отдельно мозг отдельно? Хорошо вопрос ставите. Ну, биосимбиоз, в смысле био плюс био, да, потому что у нас пока там чипов не стоит, и мы к этому можем через минуту перейти, если захотите. Да, когда это будет. Вот, но это очень неприятная постановка вопроса, и она даже, я бы сказала, да, но она даже выводит нас дальше, потому что это на тему, которая обсуждается уже много-много лет, и которая звучит по-английски как nature versus nurture, то есть гены или научение, наследственность или приобретённое. взгляд на это меняется в зависимости от моды, ну, скажем, когда генетику там презирали, то, понятно, все говорили, что человек рождается табула раза, чистой доской, чего напишешь, то и будет. И многие сейчас продолжают, несмотря на генетику, так считают, всё зависит от воспитания, как воспитаешь, так и будет. Но это несерьёзный разговор, потому что мы понимаем. Он просто очень скользкий. Тут очень аккуратно, просто нужно, во-первых, вопросы задавать, потому что тут нужно скатиться в бог знает что. Это правильно. Я потому и говорю, что это трудный вопрос. Конечно, ответ, если банальный ответ давать, то он будет действительно банально и звучать, а именно да и то, и то. Мы же не можем отрицать, что люди разные рождаются. У одного такие способности, у другого сякие. И по уровню, и по типу способности люди разные. Так что чего тут удивляться? Но, тем не менее, всё-таки в нас очень много зашитого. То есть hardware, то, что называется, вот это, их жёсткие диски стоят. Они определяют. Ну, генетически. Они определяют форму носа, цвет глаз, что будешь любить, что ешь, что не ешь. Они много чего определяют. Это не значит, что нельзя повлиять на это. Любишь лук есть? Нет, будешь есть пирожные бушев, всё-таки, не только один лук. То есть понятно, что можно влиять. Но, тем не менее, степень зашитого очень большая. Вот тогда по поводу зашитого или не зашитого. Ну, давайте возьмём на примере одного человека, потом перекинем остинок на биологический вид. Вот, допустим, одного человека гениальные способности к, допустим, к игре на скрипке. Он родился с такими генами. Они у него зашиты. Но он родился в бедной китайской деревушке, где про скрипку не знали ничего. Эти вопросы, его гены, они просто не раскрыли. Они не расцвели. Теперь, что касается биологического вида. Известно же, что у нас зашито, невонятно, кто зашил, когда и вообще когда это произошло, огромное количество генов, которые вообще непонятно для чего. Мусорная ДНК, та же самая, о которой мы говорили в цикле молекулярной биологии. И до сих пор, действительно, она считала, что она мусорная. Сейчас потихонечку начинает что-то с ней как-то работать, с этими генами запасными, запаска так называемая. Вот это меня всегда удивляло. Запасные гены. Да. В этом смысле, может быть, просто мозг терпеливо ждёт, пока эволюция человечества всё-таки... Ну, как бы мы эволюционно просто дорастём до того, когда вот эти гены могут... Понадобятся. Как-то понадобятся, да. И тогда мы, наконец-то, уравняемся с ним в правах. Не знаю, может быть, так. Да, вы знаете, если, так сказать, в таком шутливом научно-фантастическом жанре рассказывать это, то я бы сказала, что да. И даже я бы и в серьёзном смысле сказала, что да. Мы не... Конечно, вы правильно начали эту фразу, а именно неизвестно, кто зашил туда эти гены. И по какому... Да, и праву, и по какому плану. И по какому плану, и насколько мы рассчитаны, да. Потому что если представить себе, что человечество... Ну, это мы фантазируем. Это рассказ для детей. Но он для детей, это для детей, но он не бессмысленный. Потому что если всё-таки представить себе, что человечество не накроется медным тазом вместе со всей планетой, а всё-таки планеты начнёт не хватать, и придётся куда-то улетать, и тогда придётся жить в совершенно других условиях, с другой атмосферой, с другой гравитацией, с другим всем, с другой акустической средой, если будет акустическая среда, зрительная, или, может, я не знаю, запахом надо будет только пользоваться. Мы же не знаем, так сказать, куда это дело-то пойдёт. Вот. Если это так, то тогда, конечно, что Господь должен, так сказать... Каждый раз переделывать. Да, каждый раз переделывать. Это тоже, конечно, очень отдельная, очень интересная тема. Давайте пойдём дальше по вопросам наших слушателей. Итак, откуда рождается мысль? Михаил спрашивает. Неужели это выглядит следующим образом? Просто так, откуда-то, из ниоткуда, где-то в центре мозга, вдруг появляются электрические сигналы и уходят куда-то по цепочке других нейронов? Или что-то его порождает? Если так, что именно? Влияние среды всегда или никак? Я так думаю, что если бы мы с вами сейчас ответили на этот вопрос, то мы бы могли через небольшое количество месяцев отправиться в город Стокгольм за Нобелевский премиум. Потому что на него ответить, конечно, никто не может. Но если без провокаций, то, да, конечно, влияют внешние. Мы же живём не в вакууме, у нас открыты глаза, у нас открыты уши, кожа. Мы получаем массу информации сенсорной из внешнего мира. И, разумеется, это наводит нас ассоциативно, наводит нас на разное. Вот я бы сказала, что на этот вопрос интересно было бы отвечать, но это не я тот человек, который может на него ответить. Есть люди, которым страшно, не повезло, которые рождаются без слуха и без зрения. А, вот, кстати, вопрос. Мыслят ли слепо глухонемые? Они мыслят. И есть институты, которые этим занимаются, есть даже люди, которые диссертации защитили, имея, то есть ещё как мыслят. Но как выглядит... Это просто другая тема, я повторяю, с другим человеком лучше про это говорить, его вполне можно найти. Да, но если вскользь, то как должен мыслить человек, который получает информацию только через кожу? У него же, представляете, ему зрительных образов нету и слуховых нету. Как выглядит его мыслительная деятельность? Что это такое? Мы даже представить себе не можем. Но на эту тему есть исследование, это вообще интересная вещь. А не проводились ли, может быть, вы слышали, исследования, когда и кожа-то особенно никакой информации не получает? Вот сейчас, не знаю, в Москве какое-то время назад, не знаю, существуют они или нет, были такие камеры, эмбриокамеры, когда ты туда погружаешься, там абсолютно всё герметично. А, это эксперименты, это страшная вещь. И вот что чувствует человек, когда он действительно становится вот в таком состоянии, как эмбрион? Ну нет, это не похоже на эмбрион, потому что эмбрион всё равно он слышит внешние звуки, биение материнского сердца и так далее. Нет, это другое состояние. Он ничего не слышит, он находится в воде, которая полностью совпадает по температуре, с температурой его кожи, он ничего не видит, не слышит, и кожа тоже ничего не ощущает. И вот в этом состоянии может ли взяться какая-то некая вот самоосознание, оно может быть как-то по-другому начинает работать? Честно говоря, я считаю, что, ну это я повторяю, нужно спрашивать человека, который этим занимался, потому что это есть эти... Говорят некоторые люди, высказывают из этой камеры в ужасе просто. Я считаю, что человек должен сойти с ума и довольно быстро. Ну там ограниченное время, и вроде как говорят, что это вот такой шаг к осознанию себя, но это вот... Но это страшное дело. Да, надо аккуратнее, наверное, да, с такими экспериментами. Я думаю, что это очень опасно. Ага. А то я просто хотела попробовать, думаю, может, не надо. Ну, я бы не стала, честно говоря. Хорошо. Ну, разве что, если там на 10 минут. Но за 10 минут вы не успеете ещё в этот ужас впасть, я думаю. Говорят, там пугаются прям быстро. Ну, видимо, тоже там от уровня... Нет, ну это страшная вещь. Это как бы... Ну, это смерть в некотором смысле. Ну, мы не знаем, что такое смерть, и мы не знаем, что там будет потом. Вот. Но если так атеистически, боже упаси, то вот оно. В первом приближении. Далее в программе. Это чёрные ящики всё. Ну, разве нам это ответит, на вопрос о том, что он думает, если вообще слово думает применимо. Нет, не ответит. Понимаете, здесь есть провал. Провал. Татьяна Черниговская. Нейролингвист. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Доктор филологических и биологических наук. В первом приближении. Ведущая программы. Елена Лихачёва. Давайте следующий вопрос. Мне тут он очень нравился. А, с цитатой из доктора физико-математических наук Георгия Малинецкого. Если физические законы не действуют в психологии, например, вопреки второму закону, термодинамики, цель жизни и не смерть, как ошибочно считал Фрейд, то какие действуют законы всё же? Кто в мозге является носителем наиболее общих моделей реальности или культуры? Нейронная сеть или отдельный нейрон? Предположим, это уже продолжает слушатель, мысль, противоречащая нравственному императиву, не может выжить в человеческой нейронной сети. Ну, во-первых, она, к сожалению, выживает. Ещё как успешно. Да, она очень успешно выживает, о чём свидетельствует, увы, вся история человечества и лучше не становится, потому что мы видим кошмарные преступления. И, кстати, говорит там, не человек, а зверь. Вы можете мне привести пример? Хоть одного зверя любого ранга, кроме людей, которые мучают своих соплеменников или мучают даже своих врагов, издеваются над ними. Ну, нет таких примеров. Понимаете, съесть – это другой вопрос. Но есть – это пищевая цепочка. Ну, к сожалению, жизнь так устроена, что для того, чтобы выжить, одни вот едят других. Ну, чтобы это были издевательства, мучения там какие-то, это же нет, это только люди делают. Поэтому с нравственным императивом, к сожалению… Извёздным небом, да, Да, из звёздным небом, к сожалению, вот Кант должен очень огорчаться, глядя на всё это. Поэтому… Или ещё другие вопросы насчёт отдельная… Нейронная сеть или нейрон. Вот. Я считаю, что не отдельный нейрон, а что нейронная сеть. Но есть работы, которые говорят о очень высокой специализации отдельных нейронов и об их способности к тому, что вообще-то говоря, можно назвать серьёзной когнитивной деятельностью. Мне кажется, что это ошибки. Потому что есть, например, такой исследователь, Кверога его зовут, ну, западный, вот, который показывает отдельные нейроны, реагирующие на, я не знаю, Холли Берри, там, на определённую актрису. Причём больше всего меня… Он серьёзный учёный, между прочим. Больше всего меня… Ты даже сначала не сообразила Холли Берри, что… А, так, всё, поняла. Понимаете, отдельный нейрон. Вот что меня расстраивает в этой истории. Потому что этот нейрон, он её узнаёт по портретам, так сказать, независимо от того, она в шляпке, без шляпки, там, с косичками или там, без косичек, улыбается или не улыбается. Вот. Но если это, не дай бог, всё так, то тогда, вот как я, опять же, провокационно вопрос ставлю, тогда я хочу понять, что делают остальные 150 миллиардов бездельников в мозгу. В этот момент, когда он видит фотографию в журнале, например. Не только в этот момент, а вообще, что они там делают. Потому что, если отдельный нейрон способен производить то, что я сейчас сказала, это значит, он способен выделять фигуру из фона, выделять релевантные признаки от нерелевантных, существенных, то есть, несмотря на косички, это, тем не менее, она. Понимаете, он до, получается, что он делает психическую работу высокого ранга, которую может сделать только целиком организм. Если это так, то тогда мы вообще ничего не понимаем из того, что в мозгу происходит. Ну, это, кстати, тоже отсылка к древним трактатам. Одна часть целого равна по своим способностям и характеристикам целому и наоборот. Да, это голографическая идея. Между прочим, она у целого ряда учёных, например, у Приброма, была насчёт того, что мозг – это голографическая конструкция, когда любой кусочек равен всему. Фокус в том, что говорить-то правильно, Прибром, великий учёный, но это же доказать всё надо, это очень трудно доказать. Обычная метафора тут есть вот какая. Обычно говорят, сравнивают с социальными насекомыми. Ну, например, говорят, отдельный муравей ничего сам не понимает, не знает, не умеет, а вместе они вон что вытворяют, что они строят, какая у них сложная социальная организация. Вот и с нейронами так же. Это прямо чуть ли не для учебника, что отдельный нейрон ничего не знает, а зато вся сеть такое делает, что только держись. Но, понимаете, вот если мы к этим муравьям, например, обратимся, то там очень много вообще таких жутковатых вещей. Ну, например, то, что общеизвестно, что одни муравьи там строители, другие, я не знаю, рабочие, третьи охраняют. Жесткая иерархия. Жесткая иерархия и полагалась раньше про это говорить. Это инстинкт, инстинкт. Ну, во-первых, теперь инстинкт это такое запретное слово, там серьёзные учёные его не употребляют, потому что неизвестно, что это значит. Но инстинкт всего живого, в частности, выжить, ну, всё-таки, так сказать, вот инстинкт выживания присутствует. Как тогда объяснить насекомых камикадзе. И у них инстинкт выживания не самой особи, а биологического вида. Да, вот я хочу знать, где это зашито. Это вот к вопросу о том, кто кому задаёт вопросы, мы слушатели, мы слушатели нам. Вы представляете себе размер и сложность мозга муравья? То есть, ну, понятно, что невысокого. И размер минимальный, да, булавочная головка. И уж, конечно, никакой особой сложности нет. Кто это так решает-то? Где и кто это решил? Это решает сообщество муравьёв? Ну, хорошо, я согласна, сообщество муравьёв. А как это реально происходит? Вот как это, вот они решили, что мы будем, мы все вместе, то есть, компанией, будем защищать свой муравейник. А ты, Вася, должен сделать следующее. Ты должен притвориться, как будто ты мёртвый. Ложись, лапы вверх. Вот, враги-то сейчас придут, тебя возьмут и потащат к себе в соседний муравейник для того, чтобы тебя потом съесть. Ты некоторое время там полежишь, ты будешь их запас, провизия. Притворяйся, придуривайся, что мёртвый. Они тебя туда принесут, ты лежи некоторое время. Когда их там побольше соберётся, ты взрывайся вместе с муравейником. Это я реальные вещи рассказываю вам. А как он взрывается, муравейник? А он что-то у него в животе там срабатывает химическое, не знаю. И бабаха, и муравейника нет. А другие наиболее подлые резиденты, они туда идут как бы в плен. Вот. И они там начинают переодеваться в чужие одежды. Феромонами разными пропитываются, химией, короче говоря, соседей. То есть не соседей, а врагов, куда они попали в качестве шпионов. Они как бы переодеваются в чужие одежды. Те их начинают воспринимать как своих. А эти, меж тем, начинают там жить, плодиться, и получается, что они завоёвывают эту территорию. Ну, а теперь расскажите мне... Это же Шекспир просто отдыхает просто. Я же про то и говорю. Это к вопросу о том, люблю ли я клетку. И клетку люблю, и муравьишку люблю, потому что это же что происходит. То есть мы просто мало знаем. Тут, конечно, знаете, какая опасность есть? Тут есть опасность антропоцентрического подхода. То есть мы вкладываем... Вот то, как я сейчас рассказала, это в чистом виде Шекспир был. Но это мы вкладываем как бы своё сознание, извините за грубое слово, в чужие головы. То есть мы описываем их ситуацию на наш лад. Мы её переводим на свой во всех смыслах язык. На самом деле, может быть, это было совсем всё другое. А может быть, это вообще другое происходит. Но у нас нет способа узнать. И никогда не будет, я хочу заметить, узнать, что в их голове. Не в смысле нейрофизиологически. Можно голову разрезать на части, можно в электронный микроскоп посмотреть, можно даже посмотреть, что в живой голове происходит. Но это не ответит нам на вопрос о том, что он думает, если думает, и как вообще устроена вся эта жизнь. Понимаете, это закрытое... Подождите, но тогда, может быть, мы вот в этой системе, мы копаемся-копаемся, но мы не понимаем, потому что мы, ну да, мы в рамках вот этой системы. Может быть, за вот этой системой, за рамками этой системы существует ещё некая надстройка, не знаю, там называли по-разному, в том числе и в наших программах, как то есть супермозг, там, ноу-сфера, некий там пульт управления, в котором как раз и принимаются все решения, и там как раз и состроили вот эти все алгоритмы. Мы же просто следующее звено, но никак не первое, и мы только себя тешим вот этими мыслями. Может быть и так. Я понимаю, что учёный не должен так ответить, как я сейчас ответила, но... что учёные даже в наших программах брали на себя смелость ответить так. Причём мы, кстати, говорили, вот я не помню, по-моему, с тем же Ждановым говорили о том, что иногда учёные уже, когда, знаете, им там под 80, да когда у них репутация уже настолько сложилась, вот тогда они начинают позволять... Не бояться сказать. Позволять себе, да, озвучить те самые мысли, которые, может быть, роились у них в голове много лет назад. Ну, не знаю. Ну да, да, да. Что здесь скажешь? Понимаете, вот я, скажем, когда я со студентами разговариваю на аналогичные темы, я говорю, вот все интересуются там, как мы будем общаться с инопланетян? Вот они к нам приедут, как мы с ними будем общаться? Никак мы с ними не будем общаться. Отвечаю, никак. Потому что в случае только какой-то фантастической удачи у них окажутся, например, глаза. Не факт, что у них есть глаза. Не факт, что у них есть что-то, что воспринимает акустику. Никто не сказал, какой тип мозга у них. Никто не сказал, какая у них есть коммуникация или нет. То есть мы им можем посылать таблички, понимаете, на которых там там, эти самые сонаты или там изображение человеческого тела, монолиза, чем они смотреть собираются на эту монолизу, понимаете? Но даже дело не только, это вот я сейчас сенсорную часть покрыла, а мы же должны разделять общий мир для того, чтобы мы могли разговаривать. Предлагаю, студентам предлагаю, также радиослушателям готовы предложить. Кот есть у вас? Есть. Или любой другой, я не знаю, канарейка. Ну, какой есть способ влезть в сознание кота? Вот он смотрит на вас, и что-то у него там происходит. Ведь нет никакого способа до него добраться. Вы можете только вашу трактовку. Какой-то он грустный, да? Или, наоборот, что-то он развеселился. Ну, это вы про него сказали. Может, категория грусть и веселье вообще в его сознании не существует? У него вообще другое там. Это чёрные ящики всё. И нет способа, понимаете, от того, что мы обратимся, условно говоря, к нам, и будем, в смысле, к учёным, и будем говорить, а вот мы сейчас просветим ему этот мозг, там бог знает чем. Ну, что мы получим-то? Мы получим 800 тысяч кривых разных импульсов, таких-сяких, картинок 500, которые будут говорить о том, что там действительно электрическое происходит или химическое происходит. Ну, разве нам это ответит на вопрос о том, что он думает, если вообще слово «думает» применимо? Нет, не ответит. Понимаете, здесь есть провал. Провал. Не влезь. Нет щупа никакого, с помощью которого мы могли бы туда влезть. В первом приближении. Тема сегодняшней программы «Как мы говорим и как мы думаем». Часть вторая. Вы знаете, мы много раз вот как-то касались этой темы, но мне вот правда интересно, если сочтёте, что вопрос какой-то некорректный, могу его снять. Но мне интересно, вот в том традиционном, привычном смысле слова, вы верите в Бога? Я православная, меня крестили родители, а может быть бабушки, дедушки, это уж я не знаю. Вот, и я не выцерковлённый человек в том смысле, что я, к сожалению, наверное, нерегулярно, ну, на Пасху, понимаете, такие вот такие как бы вещи, маркированные традиции, я скорее внутри традиции нахожусь. Но я определённо не атеистка. Вот так я вам ответила косвенно. Я не атеистка. Это не значит, что... Мне, кстати говоря, недавно, вот я в Киеве была, там лекции читала, они меня позвали, и похожего типа задали вопрос. Я говорю, что... А вас не настораживает то, что большое количество, действительно большое количество крупных учёных, отнюдь не атеисты. И не только дело в том, что это привычка... Это я не говорю о том, что католическая среда, где все по воскресеньям ходят в храм, просто так положено... Ну-ка, зубы чистишь, да, вот в воскресенье в храм идёшь. Я не про это говорю, а про то, что это люди, которые серьёзно об этом думают. Мне понятно, почему это происходит, потому что, когда человек смотрит на мозг, ну, скажем, Бехтерева, которая очень серьёзно к этому относилась... То есть она была религиозным человеком? Да, она была религиозным человеком, несомненно. Вот. И когда она смотрит на эту дикую сложность, так тут как бы руками разводишь. Или если ты смотришь во Вселенную, это тоже... А если ты в клетку смотришь, и видишь, что это вообще бесконечность, куда, где там этот конец этой материи, его же как в ту сторону, в смысле вверх нет, так и не в макромире его никакого конца нет, не в микромире никакого конца нет. Это же жуткое дело. Правда, такой, ну, традиционный учёный, он должен на это сказать, ну, да, так устроен мир, я не нуждаюсь в концепции Бога, как некоторые говорят в такой ситуации. Ну, я не знаю. Ну, в конце концов, это дело каждого. Ну, когда человеку тяжело или плохо, то понятно, что он по-разному может себя вести, но я бы в этой ситуации пошла в храм всё-таки. А когда хорошо? Если бы я была лучше воспитана, то я и когда хорошо туда бы пошла, но как-то жизнь показывает, что идёшь туда, когда невозможно справиться иными способами, когда нужна какая-то... когда нужна помощь из другого источника. Когда они меня спрашивают, они говорят, вы что хотите сказать, что все эти крупные учёные, они считают, что там на облаке сидит такой старик с бородой. Ну, это уже совсем как-то... Слушайте, ну, так, разумеется, вопрос никогда не стоит. Речь не идёт об этом. Речь идёт о силах, энергиях, которые настолько несопоставимо выше нас, и настолько больше знают, если можно так сказать, больше чувствуют, и настолько всесильные, огромные, что наши человеческие определения эти все, они вообще здесь ни при чём. Поэтому мы называем это Бог, ну, хорошо, но мы вот это так назвали. Другой вопрос, кто что в это вкладывает, потому что, скажем, если в это вкладывать любовь, как в христианстве, то тогда как тут как бы с наукой, непонятно, что это такое. Но сейчас же есть такая идея, что вообще просто всё химия, что никакой любви такой нету, а просто куда там чё плеснуло. Серотонину плеснуло, не туда, так уже и депрессия. Но я бы не хотела на такие примитивные переходить вещи. Это вообще длинный, серьёзный разговор. Ну да, может быть, у нас сейчас таково сознание, что мы и вопросы сформулировать не можем. Я думаю, не можем... Запрос, просто не вопрос, а запрос не сформулирован. Также я бы сказала, что не стоит думать, что люди, это компьютеры, у которых есть только, извините за слово, левополушарная часть, то есть которые только умеют вычислять. Если это плюс это, то вот это получится, если это плюс это, то вот это получится. У нас огромные пласты психики, которые связаны с интуицией, с каким-то предвидением, с чувствованием, там, унюхал, то, что называется. Надо делать так, а так. Объяснений нету, не знаю почему, но вот надо так делать. Это что? Про это мы в научном смысле очень мало знаем. Это, может быть, да, тоже какая-то вычислительная вещь, но это какой-то такой тип математики, про которую мы не знаем вообще ничего. В общем, это мутные вещи. Ничего мы не знаем про себя, все спокойны. Как вы думаете, мы счастливее ставим, если мы узнаем? Ой, я бы, вот если бы мне, например, предложили там, вот хочешь узнать, я бы, наверное, остереглась. Ведь не знаешь, чего узнаешь, понимаете? Неприятно оказаться в чашке Петри, да? Значит, лежишь ты в чашке Петри, и там еще лежит вселенная, да? А оттуда наблюдают, и там думают, как мы повернем-ка сейчас эти амебы. А они думают, у них слабо доволи, да, там, Шекспир, то есть, сейчас. Ну, это так, это дурацкие шутки, но я имею в виду, что, может, лучше и не знать.